Всем привет, меня зовут Настя... О, Настя... 2.43 Всем привет, меня зовут Настя, и если ты кликнул на это видео, то оно специально для тебя. Подписывайся на мой канал, ставь лайк под этим видео и оставайся со мной. Начнём с того, что меня зовут Настя и я фотограф. Если ты новенький на этом канале, обязательно посмотри предыдущие видео и поставь тоже лайки под теми видео. Это видео я хотела посвятить тому, кто я, что я, как развивался и как развивается моя жизнь в сфере фотографии, почему я здесь, для чего я здесь, что я делаю. Другими словами, мою историю. И, наверное, это не только история чисто как профессиональной деятельности, но и, в принципе, моей жизни, потому что фотография очень тесно связана со всей моей жизнью, и, наверное, можно сказать даже то, что фотография — это моя жизнь. Сильное заявление. Начнём с того, что первая моя камера появилась в 2012 году. Мы тогда с мамой поехали на море, и я взяла с собой маленькую мыльницу Canon. Честно сказать, это была потрясающая мыльница, потому что с неё просто началось всё. Я помню фотографии мамы в поле в Парео, кажется, правильно, да, это называется? Я говорила выше подбородок, мама, смотри туда, посмотри на меня. Тогда мне было 11 лет, а сейчас мне 20, и я разговариваю примерно так же. Всякие лепесточки, цветочки, всё это всегда было в объективе, я снимала вообще всё подряд. И именно с этой поездки на море началось моё увлечение фотографией. После я приехала, всё это скидывала на ком, потом продолжала фотографировать в саду всякие цветочки. Хотя я приехала, я такая, типа, блин, что же фоткать, здесь же не так красиво. Но по факту я находила, что фотографировать. Безумно хотела себе зеркальный фотоаппарат. Тогда я не знала отличия зеркального от цифрового. Я просто говорила то, что я хочу фотоаппарат со сменным объективом. Поскольку все видели то, что я безумно увлекаюсь фотографией, мне решили подарить цифровой фотоаппарат Nikon. На объективе была маленькая выемка, и я пыталась снять этот объектив, хотя он не снимался. И я тогда не могла понять, почему, как бы, что происходит. Всё тот же 2012 год, шестой класс, и я не одна загорелась в фотографии. Мои подруги купили тоже фотоаппарат на то время, и мы решили вместе этим начать заниматься. Мы пошли в фотошколу-фотостудию. Мы считали это очень интересной и правильной идеей, и решили пойти туда учиться. Поначалу было много интересного, много нового. Мы туда ходили, снимали, нас учили работать со светом, нас учили работать в фотошопе. Спустя примерно полгода нам стало как-то скучно, потому что приходили новые ребята, и по факту мы проходили всё одно и то же. То, что мы уже знаем, это же объясняли новеньким. Мы сидели такие, типа, о, блин, ну это же уже так заезжено, типа, мы это всё знаем. Плюс параллельно я занималась дома сама, спасибо интернету, компьютеру и маме, которая меня этим всем обеспечивала. Лазила на ютубе, смотрела всякие видосики по обработке, и параллельно в то же время снимала сама, вне зависимости от студии. Просто фоткались, ходили с девчонками. Мне кажется, мы тут... Плюс была такая тема, то, что мы как-то шли против правил, скажем так. То есть нам объясняли какие-то правила съёмки, а мы понимали, что... Ну мы не хотим так, мы не хотим там обрабатывать, как нам говорят. Мы не хотели снимать так, как нам говорят. У нас то ли это был какой-то юношеский максимализм, то ли, я не знаю, типа, не знаю, что это было вообще. Но это дало свои плоды. Время уже близилось к седьмому классу, и у нас была тогда вторая смена. И мы, в общем-то, пришли такие, типа, «Ой, мы не сможем больше ходить, простите нас, пожалуйста. У нас вторая смена, мы не будем успевать». И нам такие, «Ой-ой-ой, девочки, как жалко, лю-лю-лю». И, короче-то, мы весёлые и счастливые просто выбежали из студии и решили, что всё, хватит. Уход из фотостудии был, конечно, самым верным, наверное, решением на тот момент, потому что первое у нас было больше свободы выбора, что ли, в реализации своих идей, больше свободного времени в реализации идей. Ну и, конечно же, больше возможности обучаться самой, без каких-либо правил, типа, «Ты делаешь неправильно, делай так». Понятие «правильно-неправильно», «красиво-некрасиво» в творчестве нет. Есть актуальность, что ли, на данный момент времени. И я понимаю, что, допустим, если тебе нравится одно, то не значит, что остальное — это дерьмо. Или то, что снимали раньше — это дерьмо. Нет, типа, это творчество, и мы должны уважать его. Неважно, как и кто это делает. Мы можем давать, конечно, свои комментарии. Я тоже не идеальна, я тоже могу засирать что-то. Но это самовыражение человека, и оно всегда индивидуально, и оно всегда кому-то либо нравится, либо не нравится. Вот я пизданула-то, конечно. 2014 год. Я тогда уже безумно себе хотела новую камеру. Мне было тогда 13 лет, и мне очень нравился фотоаппарат Canon 650D. Я как-то пришла домой, и мама мне вручила коробку с этим фотоаппаратом со словами «это то». И я такая «да?» Вы просто не представляете, насколько я была тогда счастлива. Я думала о том, сколько съёмок я смогу провести, какие картинки получатся. У меня в голове просто всё перевернулось. У меня был такой, я не знаю, брейншторм, что я была просто на седьмом небе. Куча съёмок, успех, всё это вспышки, вспышки, вот эти яркие краски, цвета. И я просто такая «да, я это сделаю». Я помню фразы семьи, друзей, родственников каких-то там далёких, да вообще просто в принципе людей. То, что практически у каждого человека есть фотоаппарат, и что теперь все фотографы. Да хватит тебе, поснимаешь и бросишь. У тебя ничего не получится. Зачем тебе это надо? Лучше бы деньги потратил на что-то полезное. И всё в таком роде. В меня на самом деле всегда верила только мама, прям вот, наверное, на все 100%. Никогда не осуждала, никогда не говорила, что может быть что-то другое, или может быть это будет твоим хобби просто, может быть ты это бросишь, может быть тебе это не надо, или... Ну, я не знаю, это настолько всё забавно и смешно. Но на данный момент мне до сих пор промывают мозг периодически, то, что, типа, да хватит тебе, успокойся. И периодически у меня происходят тоже нервные срывы, руки опускаются. Но я звоню, просто говорю то, что, блин, вот, я не могу, я устала. А мне говорят, ты устала, значит, ты уже близко. И я такая, да. В моём случае это достаточно тяжёлый, долгий и трудоёмкий процесс. И до сих пор как бы в каких-то моментах всё не очень гладко. Вот. Но всё ещё впереди. И я на самом деле, когда думаю о том, какой путь пройден, сколько всего пережито, и я такая думаю, чёрт, да ведь правда что-то остановиться сейчас? Не, как бы, ну вообще не про меня. 2014-15 год — это мои 13-14 лет. Я создала группу ВКонтакте, тогда я очень активно фотографировала друзей. Наверное, тогда я начала больше понимать людей, учиться с ними работать, взаимодействовать. Не, наверное, а тогда. Я удивляюсь до сих пор, насколько я была тогда малышкой, ну правда. И со столькими людьми я перезнакомилась. Просто это пипец. Я даже сейчас, мне кажется, не работаю, не общаюсь с таким количеством людей, сколько я фотографировала тогда. Подготовка к съёмке происходила, знаете, таким образом, типа, у меня есть вот это, я такая, я знаю клёвое поле. Поехали. Ну, в принципе, сейчас тоже иногда такое бывает, но не было никаких референсов, не было вообще ничего. Просто вот всё шло из головы. Обработка фотографий — это вообще отдельная тема. Тогда был фотоскайп у меня и аватан. Две вообще беспроигрышные программы. Это был трэш. Фотоскайп — это что-то по типу фотошопа. Многие, конечно, даже не знали о таком и не знают до сих пор, но я там очень многому научилась, и многие фишки до сих пор я использую в фотошопе и с фотоскайпа. А аватан — это приложение ВКонтакте, просто обработка фотографий. Когда я начала работать в фотоскайпе, аватаном я пользовалась по минимуму. Там я делала ЧБ, кажется. ЧБ вот 100% делала в аватане очень долгое время. И, наверное, ретушь какую-то. Я не помню, есть в фотоскайпе ретушь или нет. Не помню. А теперь самое тупое. Когда мне скачали фотошоп, я делала ЧБ в аватане, потому что я не знала, как делать ЧБ в фотошопе. Это самое элементарное, что можно придумать в фотошопе. Но я делала ЧБ в аватане. Очень долго я снимала в формате JPEG. Когда я открыла для себя RAW, это вообще просто был шок. Если вы снимаете на JPEG, не снимайте. Снимайте на RAW. Это самое прекрасное и самое настоящее, что вы можете сделать сквозь, сквозь, через, с помощью фотоаппарата. Но на RAW я снимаю только года три. То есть тоже недолго. Я была ярой противницей. Мне казалось, что это тяжело, что-то непонятно, не так. Хотя всё одно и то же абсолютно. Просто RAW — это сырой формат от JPEG. Это уже обработанный камерой. Ближе к осени 2014 года я тогда познакомилась с компанией и начала уже гулять с друзьями. Было как-то не до фотографии особо. Мы гуляли, отдыхали. И я просто не снимала. После своего перерыва, не знаю, творческого кризиса, лени, называйте как хотите, но я решила вернуться к фотоаппарату. Начала брать какие-то съёмки, делала творчество и всё в таком роде. Снимала что-то в школе, если просили. Фотографировала разные пейзажи, семейные мероприятия. Сейчас для меня недопустимо брать с собой камеру везде, потому что это мой рабочий инструмент. Раньше я камеру просто таскала с собой в рюкзаке, если, допустим, ездила в Москву. Это было нормально, потому что я себя искала. Я фотографировала вообще всё подряд. Но сейчас я знаю, что я хочу снимать, к чему я двигаюсь. И поэтому для меня недопустимо вообще распылять свой рабочий инструмент, скажем так. Сейчас мы, фотографы, очень конкурируем с телефонами. И когда-нибудь, надеюсь, никогда, не произойдёт такого, что телефон заменит фотоаппарат, потому что всё-таки это такое отдельное что-то и профессиональное, скажем так. Но телефон вполне качественно передаёт картинку, видео. Спокойно можно всё снять на телефон. Там какие-то праздники, не знать дни рождения, встречи с подружками, всё такое. Или сделать красивый пейзаж, или архитектуру сфоткать клёво. Вот. Поэтому для этого есть, конечно, телефон. 2016 год. Мне 15. Тогда была вторая съёмка моей подруги, которая до сих пор со мной. Её зовут Дана. И тогда она увлекалась макияжем. И мы с ней решили, что хотим вместе поработать. Честно, я ни за что бы вообще не подумала, что этот человек будет вместе со мной раздевать моделей, окунать их в болото, сажать на них улиток, я не знаю, заставлять куда-то лезть, что-то там вообще делать такое, знаете, непонятное. Но я до сих пор удивляюсь и просто-напросто не верю, что мы есть в жизнях друг у друга. В жизнях. Всё, что я сейчас делаю, это огромнейшая просто благодарность ей, потому что без неё я не знаю, честно, где бы я была и что бы я делала. Также в 2016 году я познакомилась просто с прекрасным человеком. Он мне дал огромный толчок, пинок под зад. И до сих пор мы подписаны друг на друга в Инстаграме. Он фотограф сейчас, комментирует мне фоточки, ставит огонёчки, если что-то стоящее делаю. Я равнялась на этого человека, просила его критику, смотрела, что он делает, пыталась как-то что-то скопировать. Я стремилась к таким же работам, которые делает он. До сих пор нахожусь в полном восторге, что он создаёт сейчас. Но сейчас у меня уже своё направление, мне нравится другая картинка, я делаю другую картинку. И это очень круто. На съёмке в целом 2016 год было очень взрывно. Я тогда начала снимать свадьбы. Это был вообще просто пипец. У меня нет слов, что это было, но это был хороший опыт. Я думала, что может быть у меня есть будущее в этом направлении. И я поняла, что мне нужно копить на новую технику. И это был либо объектив, либо сама камера. Я не могла определиться и просто начала копить деньги. 2017 год, мне 16 лет. Снимала я ещё больше, чем годом ранее. И пересматривая работы с 2016 года, точнее, именно с 2016 года, я поняла, что вот истоки того, что я делаю сейчас, они вот начались тогда. Потому что ракурсы, цвета, картинка в целом, подбор моделей, это вот прям, это что-то про меня сейчас. Было очень много творчества, и что не менее важно коммерции, чему я вообще безумно удивлялась и очень радовалась. Старалась находить, искать интересные... Искать, находить. Старалась находить интересные локации, мне нравилось что-то нетипичное, и я старалась не снимать там, где снимали другие фотографы города. Конечно же, это было невозможно. Город, район маленький, но мне безумно хотелось сделать что-то своё и что-то, ну, вообще не похожее на остальных. Открыла для себя кадрирование, новые ракурсы, съёмки в 4 утра, там, на рассвете, на закате, в каких-нибудь болотах, в водоёмах, в полях, в заброшках. Я не знаю, где мы только не были, вот правда. Бессонные ночи за ретушью или просто потому, что я боялась проспать какую-то съёмку. Я тогда специально не спала, не ложилась, чем-то занималась, чтобы не проспать предстоящее там творчество или коммерцию. Также пробовала снимать на айфон. Снимки получались тоже достаточно интересные. Проходили минимальную какую-то обработку, ретушь, цветокоррекцию, и я их также выкладывала в Инстаграм. Начала работать с плёнкой. Мне тогда папа подарил свою камеру, смена называется, и первая моя плёнка с фотографиями была именно в 16-м году, 17-й же год. Также начала себя пробовать видеосъёмки. У нас тогда была с Даной как раз-таки очень клёвая съёмка в розовой шубе. Мы снимали видос, это был мой первый видос, и я не знаю, сколько времени я сидела за премьером, но это просто была жесть. Осенью сняла ещё два видео, они, кстати, все видосы, которые я раньше снимала, есть в этом аккаунте, вот, в самом-самом низу. Если вам интересно, посмотрите на этот кошмар. Вот, но тогда мне очень нравилось, я безумно собой гордилась, и сказать честно, окажусь до сих пор, потому что это так же, как Ютуб для меня. Мне было очень тяжело выйти на эту платформу, мне было тяжело выйти в Инстаграм, мне было тяжело ранее писать посты какие-то ВКонтакте, но главное просто начать делать и обязательно гордиться собой. По итогу я забросила видеосъёмку и просто продолжила фотографировать, и одновременно старалась копить на новую технику. Мне кажется, что если я продолжу разговаривать, видео получится просто невероятно долгим, поэтому, наверное, на семнадцатом году мы с вами остановимся, и вторую часть этого видео я выложу через неделю. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на меня в Инстаграме и на моём канале. И с вами была я, Настя. Я посмотрела на себя, но вы меня простите за это. Увидимся в следующем видео. Пока!